Глава республики подписал указ о праздновании столетия образования Чуварской автономной области. Членом правительства Михаил Игнатьев поручил разработать и утвердить план мероприятий по подготовке к юбилейной дате. И сегодня же стало известно, какие муниципалитеты станут центрами торжеств. Подробности у Дмитрия Ковалева. Наравне с чебоксарами принимать главный праздник республики будет и Красночитайский район. Муниципалитет одержал уверенную победу в конкурсе. В канун юбилейной даты проходят и Дни культуры Чувашия. Старт уже дали в Крыму. Где проживает компактно наша национальная культурная автономия, ну и Дни культуры Чувашской республики в городе Москве, ряд других мероприятий. Дни культуры региона – повод повысить инвестиционную привлекательность. Михаил Игнатьев отметил, что в рамках подписанного 7 лет назад указа президента республики выделят и немалые суммы из бюджета страны. Речь идет о развитии реального сектора экономики. Речь идет о привлечении инвестиций. На территории республики мы говорили, мне журналисты задавали, когда я сейчас прямые эфиры проводил. Будем проводить на уровне населенных пунктов. Это повод вспомнить самых лучших, достойных селян. От уроженцев республики военных офицеров поступила долгожданная новость. Сыны Отечества получили официальный статус. Это крайне важно для региона, отметил Михаил Игнатьев. Миниус Российской Федерации выдал свидетельство государственной рефикации, некоммерческой организации. Они ежегодно приезжают на разные мероприятия. Прежде всего военные, кто в отставке, кто еще работает, служит Отечеству, является защитником Отечества. К столетию республики решится и проблема с долгостроем на заливе Чебоксара. Подрядчики уже укрепили фундамент, работы начнутся после проводимой экспертизы. Таких случаев, когда земельные участки используются столь неэффективно, местные власти не должны допускать. От аренды муниципального имущества в бюджет региона поступают многомиллионные суммы. В целом по году доходы до 2018 года составили 2,2 миллиарда рублей. В 2017 году это было 2,1. Если говорить об истории 2016 года, то 2,4. Но в этом году тенденцию примерно прошлого года выдерживаем. Тенденция именно по снижению у нас прослеживается в городах, а в муниципальных образованиях она сохраняется и с определенным ростом выстроена. У города Чебоксара, если говорить в цифрах, сегодня в структуре поступления за 9 месяцев это 647,8 миллионов рублей. Более 250 миллионов рублей долг предприятия банкрота коммунальные технологии. Дело рассматривает суд. За последние годы в пользу муниципалитета взыскали большую сумму. Начиная с 2014 года, после усиления работы и выполнения вашего поручения, нам удалось снизить задолженность на 206 миллионов рублей. За последние 6 лет площадь нежилых помещений, предоставляемых в аренду, снизилась в городе почти в 3 раза. Если в 2014 году мы управляли площадью 116 тысяч квадратных метров, то к концу этого года останется около 20 тысяч квадратных метров. В ближайшие годы в республике должен быть налажен тотальный учет муниципального имущества и земельных участков. Для этого в регионе создают информационную систему удаленного мониторинга. Дмитрий Ковалев и Валерий Резюков, Республика.